В Сейме, в зале имени Альгерда Сабразаускаса, при свечении огромного количества журналистов, фото и видеорепортеров, состоялось рождение новой правящей коалиции на ближайшие 4 года. Арбузной коалиции, как ее в шутку уже прозвали, в социальных сетях, намекая на фирменные цвета зеленых и социал-демократов. Мы договорились о программе правительства. Проект уже готов. Договорились о пропорции представителей в правительстве, в руководстве Сейма. Наши приоритеты – это уменьшение миграции, решение демографических проблем. Основное внимание обратим на образование и культуру. На переговорах было достигнуто соглашение о том, что аграрии возглавят 11 министерств. Министерство здравоохранения, образования, финансов, культуры, транспорта и связи, обороны, энергетики, которые вскоре упразднят, соцзащиты, сельского хозяйства, защиты окружающей среды и МВД. Социал-демократам досталось три министерства, а именно юстиции, экономики и Министерства иностранных дел. Скорее всего, последнее будет контролировать нынешний глава внешнеполитического ведомства Лина Слинкявичус. Пост премьера и спикера Сейма займут представители зеленых. Саулюс Сквернялис возглавит правительство нашей страны. «Самая большая проблема – это проблема демографии в стране. Хотелось бы, чтобы семьям были созданы все условия для воспитания детей, чтобы имелась стабильная социальная опора под ногами. Элементарное желание – хочется, чтобы люди нашей страны чувствовали себя счастливыми». Сквернялис сообщил, что переговоры с кандидатами на министерские кресла начнет через неделю-другую. Пост спикера Сейма после утверждения в парламенте займет агроном Виктор Аспранцкетис, профессор, всю жизнь посвятивший науке. «Опыта можно почерпнуть у всех предыдущих спикеров Сейма. И в первую очередь мы должны усмотреть то, что есть хорошего. Я не тот человек, который должен оценивать работу предыдущего спикера. Не обязательно выискивать то, что было не так, и обращать внимание на издевательство». Первым заместителем главы Сейма должна стать Римма Башкене. Свой выбор руководитель «Зелёных» объяснил так. «Председатель Сейма должен быть больше ориентирован на то, чтобы представлять Сейм за рубежом. Нужными качествами для этого обладает Виктор Аспранцкетис. А Римма Башкене больше внимания уделит работе в Сейме». На выборах в Сейм аграрии получили 56 мандатов в парламент, а СОЦ – с Демой – 17. Однако во фракцию социал-демократа вошли два представителя партии труда, и общее число членов фракции выросло до 19. Фракция агрария в «Зелёных» также увеличится до 59-60 голосов за счёт депутатов, не принадлежащих ни к одной фракции. Андрей Танин, Мартина Свитцбеллис, Первый Балтийский канал. Фракция агрария в «Зелёных»